Ребята, всем привет! Давненько мы с вами не виделись, моя вина, был в отпуске, ездили с семьей немножко отдохнуть, но вот уже неделю назад где-то мы вернулись, и всю эту неделю я провел то у себя в мастерской, то в мастерской моего кума в мотосервисе, где мне был предоставлен доступ к станочному парку, скажем так. И последнюю эту неделю занимался тем, что делал такой то ли тюнинг, то ли доработку, то ли улучшение Днепровского двигателя с моего мотоцикла. И чем именно я занимался? Решал одну из таких древних проблем этого мотора, это генератор. Дело в том, что мотор этот Днепровский, который я собираю, я его делаю, ну, таким, немножко тюнингованным, и весь этот тюнинг, все манипуляции, которые я с ним произвожу, они направлены на снижение уровня шума этого мотора. То есть весь тюнинг, который я с этим мотором произвожу, он направлен не на ресурс, не на мощность. Нет, в этом плане ничего не улучшается, не изменяется, остается прежним, но стараюсь сделать максимально тихим его. И сегодня попробую вместе с вами, да, это, кстати, будет вот именно прям вместе с вами, потому что я еще не проверял, что у меня получилось, избавиться от, наверное, пожалуй, самой шумящей в Днепровском моторе детали, это генератор. Сейчас покажу подробнее. Вот этот мотор, лишенный своей самой шумной детали генератора. Тут стоит такая вот фанерная импровизированная заглушка, но, правда, на прокладочке стоит паронитовой, на герметике, все как надо. Еще с этим мотором были произведены работы, которые тоже определенно снижают уровень шума. И самое главное, то, без чего работы остальные по снижению шума просто не имеют смысла, были заменены толкатели. Это самая отвратительная деталь во всем Днепровском моторе, это толкатели. Они были удалены, сюда были установлены уратели, толкатели с Урала, уральские толкатели. Ну и плюс убраны радиальные и осевые излишние люфты в коромыслах. То есть брался ремонтный поршневой палец мотоцикла Иш Планета диаметром не 15.0, как обычный палец планетовский, и как оси, они же пальцы коромыслов, а 15.1. Потом разверточкой прошелся по латунным втулкам в коромыслах, подогнал зазор замечательный, который там вот практически не ощущается. Плюс торценул коромысла сверху и снизу и шайбами набрал такую высоту, чтобы они вставлялись в уши плавненько. Ну и естественно, что торценул палец так, чтобы он был больше, ну длиннее коромысла, где-то буквально на пару соток. То есть люфтов в коромыслах сейчас практически нет, они работают прекрасно. Да, этот мотор я уже собирал в абсолютно заводском его состоянии, ну в смысле в плане генератора. То есть со всеми этими переделками, но с вот этими отсутствующими шумами вот в этом зацеплении, где шестерня генератора сообщается с шестерню распредвала. И без генератора этот мотор уже работает очень тихо, вот прям очень тихо. И сегодня мы будем делать с вами работы, не которые снизят еще более уровень шума, а просто позволят нам как-то получать электроэнергию во время работы этого двигателя. Потому что генератор мы сняли, да, это классно, бесшумно, плюс у этого генератора недостатков столько, что пальцев не хватит их загибать. Но блин, без генераторов тоже ездить нельзя. И поэтому вот за последнюю недельку, может чуть меньше, я изготовил вот такой вот наборчик. Сейчас мы начнем все это дело устанавливать потихоньку на мотоцикл. И попутно я буду объяснять, что есть что из каждой детальки. За основу взят генератор от FMM-166, мотор этот китайский маркируется. Хотя вот здесь на самом роторе надпись CG-125. 12-160V, имеется, наверное, в виду, что это на 12 вольт, 160 ватт. Ну, статор этого генератора выглядит отвратительно. Вот эти вот проводки, это я уже укоротил и переделал на клеммы. Но сам статор, как мы видим, проводочки болтаются. Особо он не пролит ничем. Ну, я имею в виду эпоксидкой или каким-то спецсоставом. Не сказать, чтобы хорошо пропитанные вот эти катушки. Здесь вон проволочка болтается. В общем, я к чему. Вопрос сгорания этого статора, это просто вопрос времени. Он обязательно сгорит. Но перемотать его, как раз-таки, дело очень нехитрое. Я с этим справлюсь, ну, буквально за один вечер. Но тот период времени, который он будет работать, уже позволит нам оценить успешность вот этой всей переделки. Потому что работ тут было произведено немало. И хочется, ну, сейчас время потратить не на то, чтобы сразу перемотать статора. А потом убедиться, что что-то пошло не так, когда это все будет собрано. А сначала соберем на обычном статоре. Кстати, вполне может быть, что он будет работать. Обороты у нас тут не сильно большие. Мощности электрические тоже не сильно большие. Может, и этот проработает. Но, как по мне, скорее всего, сгорит. Итак, давайте приступать потихонечку к сборке и объяснениям. Итак, первое, что мы будем делать, то, с чего мы начнем. Есть вот такая вот переходная шайба. Причем не обращайте внимания на вот эти вот крайние отверстия. Это просто у меня была болванка с такими просверленными отверстиями. А другое у меня не нашлось. То есть, вот этих вот двух боковых отверстий могло бы и не быть. Они не нужны. Они просто тут так случайно получились. И переходная эта шайба сделана таким образом, чтобы вот в эту вот проточку под шайбу центрифуги она становилась плотненько без люфтов, по крайней мере, ощутимых. Ну, она имеет возможность прокручиваться, но особо люфтов тут нет. И сейчас я постараюсь ее достать. И на роторе генератора я проточку вот такую вот центрирующую тоже сделал чуть большего диаметра, чтобы шайба была такая переменного размера. И сюда она вкладывается, соответственно, тоже плотненько. Она вот даже прокрутить ее тяжеловато. И вот таким вот образом через эту шайбу переходную мы вот это дело все вот так соединяем. Потом я купил болт. Это болт с такой же резьбой, как и родной болт, который крепит центрифугу. Но длиннее и класс прочности максимально прочный, что я смог найти. 12,9. В принципе, этого вполне достаточно для наших целей. Пока зажму так с большего, скажем так, не насмерть. Просто с большего зажмем. Чисто для проверок. Все, генератор у нас, его ротор крепенько сидит соосно с коленвалом мотора. И когда коленвал будет крутиться, будет, естественно, крутиться также и ротор. В нем внутри будет установлен статор. Главное, близко не подносить. Болт засосет. И до статора мы дойдем попозже. И теперь, судя по всему, можно ставить крышку. Крышку я буду пока ставить не на герметик. Потому что вполне возможно, я надеюсь, что скоро мы эту крышку будем еще снимать. Дабы еще более снизить уровень шума работы этого двигателя. Поэтому пока без герметиков, чтобы облегчить себе процесс снятия и установки этой крышки в следующий раз. Так что сейчас я просто возьму, вырежу из паранита прокладочку и установим эту крышку на прокладку. Итак, крышка установлена. Все болты я уже наживил. Прокладку посадил. Предварительно, естественно, все обезжирил. Потому что, да, даже когда мы не используем герметик, обезжиривать по-хорошему все равно надо. Тем самым мы убираем тонкую-тонкую масляную пленку на сопрягаемых деталях. И соединение становится более плотным. То есть прокладка лучше прижимается к материалу, который она должна уплотнить, а не к масляной пленке на этом материале. И сейчас я хочу все эти шестиграннички, болты протянуть с равномерным усилием, чтобы и не сорвать резьбу. Но в то же время более-менее плотно крышку осадить. Затягивать будем с усилием 6 ньютонометров. Это резьба М6. Несмотря на то, что она в алюминии, там все-таки тело резьбы, оно больше, чем в обычной гайке. Поэтому можем применять вот этот ароматив 6 ньютонометров, который рассчитан на сталь по стали. Но все-таки за счет большей резьбы, которая будет входить в алюминии, я надеюсь, что все выдержит. И почему я говорю о таком точном усилии затяжки? Потому что наконец-то у меня дошли руки купить себе, блин, ключ динамометрический. Даже два ключа. Один поменьше, второй побольше, чтобы покрыть все нужные мне диапазоны. И сейчас спокойно, не срывая резьбу, но и не оставляя болты прослабленными, буду все это дело затягивать. Естественно, в таком крестообразном порядке постепенно все эти болтики, чтобы крышка осаживалась равномерно и сильно. Ну как, сильно, прижималась сильно. Ну и теперь самое время взять ключик побольше и затянуть как следует, с усилием где-то 50 ньютон-метров, вот этот самый болт, которым мы прижимали ротор генератора к коленвалу. Кстати, недавно мне показали один такой, как для кого-то это очевидность, но для меня это был прям ого-го лайфхак. Я знать не знал, что так можно было. Вот смотрите, здесь трещотка под квадрат на 3,8 дюйма, а в наборах автомобильных, ну в большинстве таких наборов инструмента, трещотка на 1,2 дюйма и на 1,25, ну большая и малая. А как быть, когда вот у нас 3,8, переходников никаких нет и есть только набор автоинструмента, вот и воспользоваться можно только теми головками и насадками, которые в нем есть. А все оказалось просто. Берем вот такую штуку, это удлинитель большой и торцевой вот этот вот квадратик, и в нем внезапно вот тут в середине оказывается отверстие на 3, блин, восьмых. А? Как вам? Я понимаю, что опытные механики сейчас только поржать могут, но, блин, ребята, я вот знать не знал. И это прям офигенно оказалось, что так можно было. В общем, сейчас выставляю усилие 50 нюнодометров и затягиваю вот этот вот центральный болтик. Только хотел продолжить, перейти к статору, закончив с ротором, и вспомнил, что я кое-что забыл. Фиксатор резьбы. Блин, я забыл намазать болт. Так что сейчас выкручу болт, намажу его фиксатором, закручу обратно, затяну с нужным усилием, естественно, предварительно обезжирив. И только потом мы продолжим работы со статором. Итак, статор. Он позиционируется вот так вот, оп, внутри ротора. Но, как видим, вот эта вот крепежная, ну не крепежная, фиксирующая провода пластина, она довольно сильно выступает над этой привалочной плоскостью. И нужно какой-то кронштейн применить так, чтобы одна его сторона крепилась к корпусу статора, а вторая к какой-то крышке. И выточил я вот такую вот шайбу из текстолита. Ох, блин, сколько я ее точил. Станок не позволял захватить ее снаружи, ну, радиус патрона. И поэтому пришлось хвататься только снизу, с нескольких установок это делать, соблюдая центровку. В общем, промучился. На вот этой пластине я сделал две таких центровочных, ну, это как бы не втулки, но выполняют они роль центровочных таких втулок. Вот здесь на корпусе вот этой болванки, ну, фактически уже на корпусе крышки, два ответных отверстия. То есть, эта штука вот так вот ставится. И за счет центрирующих втулочек она, как бы, может быть установлена только в одном положении. И это положение правильное. Итак, с вот этой дистанционной проставкой пояснил. Потом идет крышка, которая, блин, больше похожа на решето. О, сделана она из 230-го диска для болгарки. Ну, просто потому, что больше мне ее было сделать нечего. Поэтому пришлось вот купить такой диск и делать эту крышку из него. Но к этой крышке, когда она будет установлена между корпусом статора и этой крышкой, есть такой зазор неслабый. Поэтому я выточил вот такой вот, ну, назовем это кронштейн. Этот кронштейн прикручивается к корпусу статора одной стороной, а второй стороной он прикручивается к крышке. Собственно, давайте мы сейчас этот кронштейн сюда и прикрутим. На этот раз постараться не забыть про фиксатор резьбы. Вот у нас статор. Статор уже обзавелся своим вот этим соответствующим кронштейном. Причем, заметьте, что плоскость вот этой верхней части кронштейна, она чуть-чуть выше, чем верхняя точка вот этой вот железяки, которая удерживает провода. Ну, то есть, при вот таком соединении ничего не мешает, ничего не упирается, и оно будет сидеть на своем месте. Как мы видим, на крышке есть три ответных отверстия, благодаря которым можно вот так вот соединить ее со статором и зафиксировать. И если с этими тремя отверстиями еще худо-бедно как-то можно договориться, то вот через центральное отверстие масло будет лететь из двигателя моего почтения. Поэтому была изготовлена вот такая вот крышечка, которая будет с обратной, с лицевой стороны, все это дело закрывать, чтобы масло, соответственно, не летело. Поэтому сейчас беру статор, крышку и крышечку крышки внезапно. Все это дело обезжириваю и хорошенечко стягиваю, опять же, на герметик, чтобы все было чисто при работе мотора, чтобы не было никаких подтеков. Итак, статор я прикрутил к его основанию, к крышке всей этой конструкции. И теперь нужно вот эти вот три фазы каким-то образом вывести наружу. Но, естественно, просто болтами это сделать нельзя, потому что крышка железная и все это дело замкнется. Для этого я выточил из текстолита вот такие вот проставочки. Они имеют такой небольшой центровочный буртик на своем теле. Таким образом, когда они вот так вот состыковываются, ну это я две одинаковых взял, вообще одна более-менее плоская должна быть. Вот, вот так вот они стыковываются. Между ними идет тело вот этой самой крышки. Получается примерно вот такая конструкция. Вот оно вошло сюда. Вот здесь вот накрыло ответной проставочкой. И через середину проходит болтик, к которому с одной стороны крепится вот эта клемма кругленькая. Вот она. Что-то я от камеры отклонился. Болт проходит через эту клемму, выходит наружу через этот текстолит. И все. К этому болту можно прикручивать провода, которые пойдут на реле-регулятор. Я вот не уверен, нужен ли здесь герметик. Потому что, по идее, ну с одной-то стороны, как бы было бы неплохо вот это вот место соединения, место стыка промазать герметиком. С другой стороны, здесь текстолит. Он вроде и так неплохо будет уплотнять. Но, наверное, на всякий случай промажу. Хуже от него точно не станет. И пусть все эти три фазы, а их здесь будет три, пусть все эти три фазы проходят через эти болты с уплотнением на герметике. Да, пожалуй, соберу на герметике. Будет явно лучше. Ну и вот статор собран. Все три фазы выведены через втулочки, которые вот эти выточены из текстолита. Все три посажены на герметик. Хорошенько протянуты. С использованием фиксатора резьбы, естественно. Потому что, если это начнет откручиваться, то разбирать это все, чтобы поджать. Но это будет прям больно. Поэтому сейчас возьму вот это дело. Обезжирю тут все хорошенечко. Тоже промажу герметиком. И будем, собственно, собирать весь генератор. Ну и вот такой пока не сильно приглядный внешний вид получился. Все закрутил. Все на герметике. Когда герметик застынет, я удалю, естественно, все его излишки, которые повылазили. После проверок всех, после окончательного застывания нужно будет удалить те болты, которые торчат чуть больше, чем они должны торчать в случае использования колпачковых гаек. То есть сюда, естественно, накрутить колпачковые гайки, чтобы было более-менее красиво. Все установлено. Все собрано. Теперь оно будет сохнуть. Ну, герметик, я имею в виду, будет сохнуть, естественно. Не сам генератор. А мы тем временем еще одну проверочку сделаем. Не мешало бы так чисто на всякий случай убедиться, что там нигде не коротнула фаза на корпус мотора. Так. Включаем одну контакту сюда. Проверим. Ага. Не то. О. Отлично. Теперь щелкаем фазы. Отлично. Фазы на корпус не звонятся.